Различные сценарии и схемы. Мошенники атаковали жителей округа только за сентябрь. На счета злоумышленников было переведено свыше 6 миллионов рублей. О том, как не попасться на удочку мошенников, расскажет моя коллега Наталья Дуркина. В дежурную часть окружной полиции на регулярной основе обращаются жители региона, пострадавшие от действий мошенников. Так, представившийся сотрудником банка, злоумышленник обманным путем заставил мужчину оформить кредит. Заявитель, находясь под влиянием обмана, полагая, что разговаривает с сотрудником кредитного учреждения, оформил на своем кредит в личном кабинете, а затем, продолжая действовать по указанию злоумышленников, обналичил все имеющиеся на счету денежные средства и перевел их на якобы безопасные счета, указанные мошенниками. Таким образом, мужчина перевел на счета злоумышленников более 2 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 ст. 159, то есть мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Теперь мужчина вынужден выплачивать кредит. В данный момент идет расследование. К слову, раскрываемость таких преступлений составляет всего лишь 30%. Мошенники действуют по отлаженным схемам годами. Следующей жертвой злоумышленников стала жительница региона, которая перевела на так называемые безопасные счета 4 миллиона 800 тысяч рублей. Заявительница пояснила, что ей позвонила неизвестная женщина, представилась сотрудником правоохранительных органов и сообщила, что все денежные средства, находившиеся на ее банковских счетах, пытаются похитить мошенники. Поэтому их как можно скорее необходимо перевести на безопасные счета. Находясь под влиянием обмана, женщина самостоятельно с помощью банкомата перевела более 4 миллионов рублей на различные абонентские номера. А когда поняла, что стала жертвой мошенников, обратилась заявление в полицию. Первое, что нужно помнить, чтобы не быть обманутым, ни в коем случае не сообщать представителям банка номер карты, код с оборотной стороны и из личных сообщений. Второе, сотрудник правоохранительных органов не владеет информацией о том, что происходит на ваших банковских счетах, поэтому не может сообщать вам о совершаемых махинациях. Третье, не пытайтесь заработать легких денег в брокерских конторах. От непроверенной информации можно не только лишиться заработка, но и всех вложенных средств.